Привет всем! Я сегодня буду готовить тыквенные цветы или цветы цукини. Это одно и то же. Примерно одно и то же, только размер может быть разный, вкус у них один. И для этого блюда мне понадобится тертый пармезан, сливочный сыр Филадельфии, одно яйцо, панчетто, зубчик чеснока, панировочные сухари. В общем, молотая сухарная крошка и немножко оливкового масла. Сколько чего пойдет, я еще точно не знаю. Я потом напишу вам под видео, примерно, какой был расход. Сначала я раздавлю чесночок. Итак, вот я взяла мисочку, раздавленный чеснок, добавляю сюда немножко пармезана, ну вот где-то так, три ложки. И беру примерно половину этой коробочки сыра. Так вот. Сюда же добавляю вот две столовые ложки сухарей и сюда же одно яйцо. И все это надо перемешать. Сюда соль не нужна, потому что сыр соленый, пармезан и Филадельфия тоже имеет немножко соли. Так что обойдемся без соли. Если кому-то нужен перчик, можно добавить. И вот так, одну ложку оливкового масла. Немножко этой панчетты. Она тоже, кстати, соленая, поэтому мне соль здесь вообще не нужна. Вот так, немножечко. Можно, кстати, и без панчетты вообще, без мясной составляющей. Тоже будет хорошо. Делайте все по вашему вкусу. Вот и все. Начиночка готова. Очень быстро, легко и просто. Осталось нафаршировать цветы. Цветы я не буду отрезать эту ножку, потому что так будет красиво. Просто берешь вот так цветочек, раскрываешь его и заполняешь на свое усмотрение. Больше или меньше. Кому сколько угодно. Вот так. Примерно вот так. Вот видите? Вот так примерно. Вот так немножечко прижимаешь лепесточки. И все. Цветочек готов. Вот. Показываю еще раз, как надо их заполнять. Ничего особенного. Вот. Берете. Немножко туда прижимаете. Так. И закрываете. Ну, просто вот так прижимаешь чуть-чуть. Укладываю на противень, на который застелен пергамент и смазано оливковым маслом. Вот так. Сейчас я каждый цветочек еще промазываю маслом. Оливковым. Можно любым маслицем. Вот так промазать хорошенько. Еще немножко сверху я присыпаю вот сыром. Чуть-чуть. Просто для вкуса. И немножечко сухарей вот так. И теперь этот противень отправляется в духовку, которая уже разогрета до 180 градусов. Сколько будет запекаться, я потом скажу. Итак. Цветы запекались 15 минут. Горячие, горячие. С пылу, с жару. Смотрите. Скворчат еще. Но их можно кушать и в холодном виде. Тоже очень вкусно. В горячем, холодном. Как второе блюдо, как закуска. В общем, вот так. Сейчас можно уже раскладывать по тарелочкам. Вот так они выглядят на тарелочке. Можно вот так красиво оформить с помидорами, с базиликом. Можно просто так подавать. И это очень вкусно и очень красиво. До свидания и встретимся в новых видео. Пока.